Приветствую коллеги! Продолжаем знакомиться со станциями Московского метро и гулять около них. Ну и вот это станция Павелецкая зеленой ветки, которую мы продолжаем рассматривать. Прошлая была Новокузнецкая, но следующая вот Павелецкая. И как видите, тоже очень красивая, светлая станция. Видите, тоже красивый такой приятный мрамор. Все, как видите, отделано. Открыта была станция так же, как и Новокузнецкая в 1943 году. Ну и тема тоже посвящена вооруженным силам, хотя здесь эта тема, она в отличие от Новокузнецкой очень слабо выражена и практически ну вот эти вот, видите, в принципе, серпом молот, но это символ Советского Союза. Такие символы вооруженных сил тоже здесь вот есть, да, вот такие вставочки металлические. Но их тут совсем, в принципе, немного, а в целом темы станции в общем-то особо какой-то такой, в общем-то, нету. Она во многом такая нейтральная. Просто очень красиво отделана. Видите, такой центральный зал. Станция достаточно открытая, высокая, глубокая. 33 метра. Видите, здесь переход в центре станции идет на кольцевую линию. Причем, что интересно, что, так сказать, станция, тоже одноименная станция Паверецкая кольцевой линии была открыта на 10 лет позже, то есть в 1953 году, а это в 1943 году. То есть сначала это открыли, а потом уже был открыт на переход на кольцевую линию, когда она уже возникла. Ну и здесь два выхода из метро. Один выход старый еще, который связан с Паверецким вокзалом, куда мы сейчас идем. А второй выход, он как раз общий с кольцевой линии в город, да, на противоположной стороне этой станции. И выход идет, собственно, на садовое кольцо. Вот там, да, выход. И он совмещенный со станцией кольцевой линии, с одноименной станцией. Вот такая красивая станция. Видите, светильники тоже красивые. И очень много мрамора. Ну и, кстати, вот эта часть, вот этой станции, она была сделана несколько позднее, вот, потому что изначально станция была рассчитана на меньшее количество вагонов. Она была такая несколько, как бы, укороченная. Ну, а потом ее продлили фактически в туннеле, вот, проделали еще вот эту вот часть. И поэтому она, конечно, довольно сильно отличается вот этой частью от остальной станции. И фактически здесь вот эти вагоны, два вагона, да, они останавливаются, ну, практически в туннеле, как бы, можно так сказать, да, в бывшем туннеле, который потом прорыли дальше уже, да. И, соответственно, здесь сделали уже, как бы, продолжение этой станции. Вот такой тоже интересный момент. Вот. Ну и видите, такой достаточно большой эскалатор, но он уже осовремененный, видите, металлический, в отличие от того, что было раньше. Вот. Ну, кстати, архитектор этой станции Душкин, Князев. Ну, Душкин принимал участие во многих станциях, а его станции вообще одни из самых красивых. Я бы сказал, даже самые красивые вообще в московском метро. Вот. Ну и вот сейчас мы как раз приезжаем, выход найдет на Павелецкий вокзал, по которому как раз и названа была эта станция Павелецкая, и который открылся намного раньше, чем, собственно, сама эта станция метро. Еще до того, как, вообще-то, когда метро даже и не дубили, в общем-то. Он был открыт в 1900 году. Вот. Ну, а самый вокзал и, в общем-то, станция, они названы по городу Павелец. Вот. Достаточно такому, в принципе, не очень значительному городу, не очень большому в Тульской области, до которого, в том числе, можно доехать с этого Павелецкого вокзала. Правда, не на электричках, а уже на, так сказать, поездах дальнего следования. Ну, или там с перекладными, да. Потому что тут на поездах можно доехать до станции Узунова. Вот. Фактически, почти конец Московской области. Но не совсем туда. Дальше до Серебряной пруды только там уже отдельные поезда ездят. Ну, а дальше там уже можно вот от Узунова, там, Серебряных прудов, доехать уже и до Павелец, и до станции Павелец один, и другие. Ну, вот это, собственно говоря, такая вот вестибюль такой совмещенный, да, то есть метро здесь. Здесь же пересадка идет на электрички, на поезда дальнего следования. То есть, по сути, дело, это уже вот как бы около вокзала, да. Здесь вот, видите, много всяких автоматов, расписание, вон билетные кассы. Здесь же и часовня там рядышком находится. По-моему, Матрона Московская здесь, Бургер Кинг и так далее. Ну, и здесь же выход вот идет на Павелецкую площадь, или площадь около Павелецкого вокзала. Здесь долгое время, как вы знаете, был котлован. Ну, вообще, надо сказать, что котлован-то был, но на самом деле, когда-то здесь был рынок еще когда-то, со старых времен, здесь же Садовое кольцо мы видим. Вот, там же вот оно чуть-чуть подальше находится, за этой площадью. Вот, примыкает к ней там, вот там, где дома находятся, да. Вот, ну и когда-то здесь был рынок, обычный такой колхозный рынок, ну, еще с давних времен. Ну, потом советское время стал колхозным, вот. Вот, а потом здесь долгое время, когда рынок реквизировали, просто был сквер. Я рынок уже не застал, у меня мама застала, я уже не застал. Вот, и, соответственно, кстати, у меня мама, она приехала непосредственно в Москву. Ее путь в Москву начался именно с Павелецкого вокзала, потому что она жила в Егорьевском районе. Вот, ну и, в общем, как-то вот приехала она потом именно сюда, как раз. И, собственно, здесь уже стала уже работа устраиваться, как раз, и потом уже потихонечку, скажем так, осваивать Москву. Вот, это Кожевническая улица, а потом здесь был сквер, и сквер я уже очень хорошо застал, я тоже тут учился неподалеку в институте, и дальше вот здесь я очень часто здесь гулял в этом сквере, ну, и после института, и во время перерывов, там, в лекциях, в разных семинарах, короче, в перерывах между разными занятиями. Очень красиво был сквер. Потом мы ликвидировали, долгое время стали строить торговый центр еще при Лужкове, но, кстати, видите, строятся апартаменты, и здесь же за Павелецким вокзалом можно посетить музей РЖД, Российских железных дорог, прямо вот здесь вот можно пройти туда. Вот здесь проход, раньше этого здания не было, это апартамент строится, вот, и можно было здесь вот пройти, был хороший такой проход. Открытая местность была, и там можно, в принципе, посетить этот музей, мы уже там с вами были, и рядышком парк находится, но для упущения нужна плата. Там, по-моему, 50 рублей брали, сейчас не знаю, сколько берут, но, наверное, те же 50 рублей остались, может быть, чуть подороже. Вот, и можно посетить музей, раньше он назывался Траурный поезд Ленина, потому что Ленина сюда привезли на вокзал в 1924 году, когда он умер прямо с горок Ленинских, со станции Ленинская, отсюда на Траурном поезде, и он здесь как раз остался, этот поезд, на котором Ленина везли. Ну, а, соответственно, сейчас он просто, а потом он просто музей Московской железной дороги, сейчас РЖД, да, ну, вот, называется. Ну, то есть, просто музей железной дороги, он, знаете, такой довольно скучный, и там действительно самое главное, этот старый поезд, еще сохранившийся, который вез Ленин, это, конечно, очень такой паровоз, и представляет собой не столько поезд, сколько паровоз, и он представляет, конечно, такой довольно ценный экспонат, он занимает чуть ли не половину музея. Ну, а все остальное, там, конечно, что-то есть, но очень так веет Советским Союзом, что-то очень старое, нового там не так много экспонатов но с другой стороны это конечно музей поэтому в общем ну такой сам по себе маленький и главное конечно там все средоточное экспонат. Здесь раньше кстати вот находил, да это вот электростанция вот которая насколько я понимаю питает в том числе и трамваи которые здесь ездят. Это вот мы на Кожевническую улицу пошли, вот здесь жили кожевники когда-то, ну то есть мастера, которые обрабатывали кожей и вообще раньше здесь было довольно много кожевных предприятий которые в общем выпускали всякие изделия из кожи, ну в том числе обувь вот здесь раньше находился фурнитурный завод вот прямо вот в этом здании зелененьком ну и дальше там вот тоже цеха были ну как видим сейчас здесь находятся офисы всякие разные компании, а позади там на месте цехов находятся всякие бизнес-центры. А вот это вот обувная фабрика вот она вот это кирпичное большое здание, это обувная фабрика, это называется Парижская коммуна и насколько я понимаю там какое-то небольшое производство до сих пор сохраняется. Это, кстати, промзона Павелецк, одна из самых, я о ней рассказывал, это кожевнический проезд, вот мы видим где вот это вот такси выезжает, да кожевнический проезд. Это вот все фурнитурный завод раньше был вот это вот кожеведное предприятие, да, Парижская коммуна и насколько я понимаю небольшое производство здесь до сих пор сохранилось. Конечно, далеко не то, которое было в советское время, но что-то здесь немножко все-таки есть. Небольшие экспериментальные партии выпускают, но в целом оно, конечно, во многом превратилось уже в бизнес-центр ну и дальше туда вот завод пневмоаппарат на Летниковской улице можете тоже посмотреть. Я там работал, кстати на станках ЧПУ но он давно уже закрылся это было довольно давно, уже почти 20 лет назад. Вот, ну а сейчас там на месте этого завода пневмоаппарат назывался, завод пневматической аппаратуры. Вот туда чуть подальше прямо, ну совсем рядышком вот между Летниковской и вот этой кожевнической улицей а сейчас там бизнес-центр находится уже довольно давно, ну где-то уж да, почти 20 лет уже можно сказать. Вот, ну и все кожевнические, все предприятия кожевнические здесь закрылись, ну кроме вот единственного, вот разве что вот это парижская коммуна, но там чуть-чуть вроде жизнь немножко теплится. Но там в основном магазин от этой фабрики, то есть там, я так понимаю, что основное производство они где-то перенесли в другие места в основном где-то, вот, а здесь торгуют преимущественно. Ну и в общем торгуют не только свои продукции, другой, другой. Тоже очень много всякой другой продукции тоже находится. Ну и вообще, чего там только нет. И кафешки всякие, и салоны, и все такое. Вот и красивое, кстати, здание осталось. Вот эта вот электростанция, электроподстанция. Оно, пожалуй, одно из немногих, который здесь сохранился. Ну это, кстати, советское здание, но такое раннее советское. Вот таких довольно много было в стиле реконструктивизма построено, по-моему, 30-е годы. Вот, а так, видите, вот строится апартаменты, стали строить здесь, прямо рядышком с вокзалом. Ну, типа такой гостинично-апартаментный комплекс. Вот, около двух лет назад его стали строить и фактически уже почти построили. Я, по-моему, он еще пока не знал эксплуатацию, но уже, в общем, близко к этому. Вот, а что касается Павелецкой площади, до которой мы снова возвращаемся, то здесь, как вы знаете уже, да, здесь при Лужкове стали строить все-все фактически закрыто. Да, да, вот такие проходы. Там, кстати, раньше находился тоже, по-моему, абразивный завод шлифовальный, да, ну все, тоже разрушили. То есть промзона Павелецкой, она, по сути дела, прекратила свое существование, осталась только на бумаге, к сожалению. И, кстати, сейчас, как никогда, это будет сказываться, и когда, как раз, видите, все отказываются от всего мира, да, по, понятно, вполне причинам, а своего-то особенно ничего и нет. И сейчас, конечно, в этом плане и будет понятно, почему нужна своя промышленность. Ну, к сожалению, уже во многом это все поздно, потому что промышленность не надо было разрушать, и намного все было бы лучше. Ну, так вот, и на этой Павелецкой площади здесь долгое время все хотели строить, что там только не хотели строить, и торговые центры, и какие-то всякие развлекательные комплексы, да, и всякие были планы, какой-то транспортно-пересадочный узел. Ну, в общем, много всего было, и в итоге там вся эта стройка была заброшена, в общем-то, более чем на 10 лет все стояло, там уже даже болото появилось, вот, чуть не в центре этой площади. Но в итоге, в общем, где-то около двух лет назад все-таки решили строить какой-то подземный там торговый центр, вот, и в итоге стройка активизировалась, и где-то вот за год с небольшим в итоге все-таки построили этот торговый центр там внизу, ну, и вот наружу выходит вот какой-то, так сказать, один из таких вот, как бы, тоже вот, в общем-то, ну, таких вот оформлений такого входа в торговый центр, он там во многом под землей находится, но немножко вот, как бы, купол этого центра находится здесь. Вот красивое здание, видите, Павелецкого вокзала, 1900 год, напомню, был построен. Ну, и здесь поезда такого в южном направлении ездят, то есть как раз не только, конечно, до Павельца, там, до Саратова, Самара, ну, и вообще, в целом, такие южные направления, там, Воронеж, Тамбов, вот это все как раз отсюда отправляются разные поезда дальнего следования. Ну, что касается электрички, то это, естественно, Домодедово, Ступино, Кашира, Ожерелье, Узунова, вот такое, такое направление. А дальше там уже пересадки на более дальние электрички. Ну, Узунова, это самое дальнее направление. Вот, и то не сразу стало, вообще, до Ожерельев, насколько я понимаю, ездили в советское время, а Узунова это немножко уже потом продлили. Вот, ну, до Сребрянных Прудов так и не запустили, что интересно. Это, по-моему, единственный город, вот, в пределах Московской области, до которого, ну, не столько город, сколько такой все-таки Павельца, хотя во многом уже город, ну, больше такой городской, считается, поселок городского типа, как вот считался, да, до которого нету прямого сообщения от Москвы, да, то есть только с пересадками. Хотя, что мешает это сделать, непонятно. Но там есть проблема, да, с электрификацией, но все равно, волне можно было бы сделать, потому что только людей там живет и очень сильно мучается тоже. Ну, далеко, конечно, ехать, но не знаю, вполне можно было бы как-то организовать. Ну, так вот, и мы с вами идем, и поэтому теперь вот сделали в итоге, значит, как бы такое комбинированное решение, то есть там под землей торговый центр, а здесь это вот центральная часть, вот видите, очень красивая, с филенками там сделано, архитектурно, очень, конечно, красивое сооружение, большой этот вокзал. И здесь прям встроен один из входов в московское метро, как раз можно попасть. Ну, и там много разных залов, ожиданий и так далее. Так вот, комбинированное решение, то есть там как бы часть, вот этот торговый центр под землей находится, а над землей они сделали типа сквера, ну, как типа раньше было. Ну, только то, что было раньше, то, что сейчас, это, конечно, небо и земля. Ну, во-первых, конечно, фактически полное отсутствие зелени, да, как мы видим, почти ни одного деревца, если что-то есть, все искусственное. Раньше, конечно, было намного лучше. Я бы не сказал, что там раньше был какой-то прям зеленючий сквер, но все-таки зелень, конечно, была, и ее было побольше. Ну, и во-вторых, там одна сплошная плитка, плюс вот эти постоянные входы какие-то в торговый центр. Это все, конечно, мешает прогулке. Ну, и в целом, ну, как сейчас это принято, вот это собянинское худоустройство, то есть вот эти постоянные какие-то архитектурные формы всякие несуразные, плитка везде, скамейки какие-то дизайнерские. Ну, то есть все, как опять это все сделано совершенно, как-то, мне кажется, неправильно, совершенно плохо для прогулок. Поэтому, с одной стороны, конечно, хорошо, что хоть убрали эту страшную ограду, да, которая постоянно была, и хоть и убрали этот недострой, это болото, которое там образовалось, осушили, да, это в этом смысле, ну, хоть что-то положительное. Вот это, кстати, переход, который проходит вот внизу, и можно пройти вот туда, на Валовую улицу, на Новокузнецкую, и дальше туда вот кольцевой линии метро можно пройти. Вот здесь они связаны вот этим переходом, кольцевая линия, и вот эта вот зеленая ветка. Вот, ну, это вот гостиница Павелецкая плаза называется, вот этот центр тоже был построен где-то около 20 лет назад. Это уже здесь на месте старой застройки, все снесли, и в итоге построили вот этот вот новый, такие. Ну, это тоже, ну, это типа офисно-гостиничный комплекс, вот так вот он называется. Вот там Новокузнецкая, вот чуть-чуть, вот в разрыве между двумя зданиями, вот, а здания эти находятся, и вот там как раз, видите, входы, вот там такие арочки, это как раз входы на кольцевой линии метро. Ну, и там же находится метропроект, какой-то проектный институт Московского метро, вот так выглядит эта Павелецкая площадь. Вот, ну, фактически находится она на Садовом кольце, то есть на старой границе Москвы, и не случайно, что здесь вот сейчас мы увидим Зацепскую площадь, потому что здесь фактически долгое время была именно действительно граница Москвы настоящая, и здесь проверяли людей, то есть кто приезжает, кто уезжает, то есть такая была своего рода таможня, да, работала. Ну, вот такой еще раз вокзал, так что, конечно, сквер сделали, мы там, кстати, еще не были, ну, потому что там все было закрыто, и в итоге только в конце прошлого года все это открыли. Ну, в общем, если будет возможность как-нибудь, может даже в этом году получится как-то сюда попасть, вот, так сказать. Ну, еще раз повторюсь, что сквером это назвать сложно, скорее просто такое открытое пространство для прогулок, вот и все. Посреди плитки палящего солнца, когда особенно жаркий день, в общем, все как сейчас принято. Вот это, кстати, почтамт, который примыкает тоже к Павелецкому вокзалу, на задах его находится. Вот. Ну, еще тоже советских времен здание, видите, такое. Вот, ну, оно немножечко, чуть-чуть, конечно, чуть-чуть реконструировано, помыто так, оно раньше страшное было. Вот, а здесь, видите, строятся сейчас новые тоже апартаменты, тоже те, ну, по сути дела, элитный жилой дом строится вот здесь тоже. Вот, долгое время тоже это пространство было заброшено. Это мы, кстати, идем сейчас по Дубининской улице, вот по другую сторону, по той, там была Кожевническая, где мы проходили, по ту сторону Павелецкого вокзала. А вот по эту сторону находится Дубининская улица, назначитель революционера Ивана Дубинина, ну, о котором сейчас уже вообще мало кто знает. Ну, когда-то, очевидно, в советское время о нем, конечно, куда больше знали. Вот, и здесь, в общем-то, тоже рядом с вокзалом тоже вот это место, ну, раньше тоже тут была старая застройка, а потом, соответственно, здание снесли старое, и в итоге там тоже был такой большой долгострой, все тоже было огорожено здесь. Ну, и даже удивительно было, как это возможно, однако вот сейчас тоже стройка возобновилась, и сейчас явно там строят какие-то дорогие апартаменты и жилые комплексы, по сути дела. Вот, и мы с вами подходим к Зацепской площади, которая, по сути дела, примыкает к Павелецкой, ну, почти рядом находится, там расстояние, как видите, совсем небольшое, буквально на две минуты. Здесь, конечно, самое главное, это вот эта церковь мучеников Лора и Лавра, такое довольно редкое название, эти мученики, они пострадали еще давно, почти 2000 лет назад за Христа. И вот эта церковь, видите, тут ограду сделали, раньше никакой ограды не было, все было очень демократично, хорошо, сейчас зачем-то сделали вот эту страшную ограду, высокую, такую совершенно непонятно зачем. Вот, ну, вот еще раз, опять же, все огорожено, естественно, все это обужено, и все эти ограды, они, конечно, оказывают очень негативное воздействие. Почему Зацепская? Потому что здесь, как бы так, зацепляли щупами специальными такими, ну, типа приборчики, ну, никак не приборы, а просто такие приспособления были специальные, да, искали, что, ну, в общем, какой-то, так сказать, какие-то всякие запрещенные вещества к провозу, да, вот у людей, которые въезжали в Москву, специально проверяли, чтобы ничего такого незаконного не провезли. Вот, и вот эта церковь, она старая, еще когда-то, еще со времен, когда здесь как раз были ямщики, и вообще в целом извозчики жили, ну, и, в общем, они как были, считались, флоры и лавры их покровители, она еще с давних времен здесь находится, и в последнее время реконструируется, и выглядит довольно красиво. Ну, в советское время, кстати, здесь было, типография находилась, и, кстати, вот мама у меня не работала в этой типографии, прям непосредственно в здании этой церкви. Ну, она тут много где работала, ну, в том числе вот и здесь, ну, я тоже много где работал, еще учился там уже, так что с этой станцией много сейчас связано, ну, вот, видите, стройка, вот это ей зацепская площадь, то есть, фактически площадь перед этой церковью, она как раз называется зацепская. Ну, это, пожалуй, самое красивое, что вот можно здесь найти, то есть, здание вокзала, ну, собственно, вот это здание церкви, ну, и некоторые здания там вот на Кожевнической улице, еще старые остались, можете тоже посмотреть, погулять здесь.